Мы не можем ждать милости от природы, так когда-то решили в Новомосколе и постановили, что бабье лето здесь будет наступать ежегодно в последние выходные сентября, какой бы ни была в это время погода. И вот уже в 13-й раз на Новоскольской земле проходит Всероссийский фестиваль женской поэзии, который так и называется «Бабье лето». Здесь Татьяна может стать любовью, а Наталья – верой. Подробности в следующем сюжете. Наталья Ковальчук впервые спела свою песню со сцены. Давно мечтала, но только здесь решилась. Видимо, атмосфера фестиваля располагает делиться самым сокровенным. И то, что здесь царит именно женская поэзия, вполне оправданно, считает Наталья. Мужчины, женщин-поэтов как-то стараются задвинуть, они все-таки относятся, что мужчина выше, чем женщина, поэтому фестивалю женской поэзии быть. В этом году фестиваль собрал почти три десятка участниц из Белгородской области, а также из Москвы, Курска, Чебоксар, Санкт-Петербурга и других городов России. Для начинающих поэтесс были организованы мастер-классы. Ну, закончим вот здесь. Вот это уже не нужно. А в фойе Дома культуры поселка Прибрежный, где проходит фестиваль, была развернута выставка творческих работ, претендующих на победу в номинации «Поэзия красок». Успели выступить и мужчины, претендующие на звание дамского угодника. Хватило времени и на неформальное общение. Это страсть души каждого из нас. И когда есть возможность вот так вот прочитать свои стихи, тем людям, которые горячо заинтересованы, слушают тебя, и ты слушаешь их стихи, это очень много дает душе, сердцу и, конечно же, вдохновению. «Вера», «Надежда», «Любовь» и «София» – так называются основные номинации фестиваля женской поэзии. На одну из них претендует Анастасия Кинаш из Белгорода. «Слишком много читаю, совсем мало путешествую», – так написала о себе девушка. Но при этом ее стихи наполнены такой глубиной, что, кажется, она не только побывала в разных странах, но и в разных временах. Звук обманка, имитация имитаций, как манок для уток диких и лебедей. Анастасия Кинаш стала обладательницей диплома в номинации «София». Верой фестиваля жюри признала Наталью Ковальчук из Шибекина. Надежду возложили на Елизавету Михайличенко из Белгорода. Ну а любовь в этот раз явилась в образе Татьяны Измайловой из подмосковного города Голицына. «Слышишь, скрипка протяжно и нежно где-то зовет. Просыпайся, очнись». Галоконцертом «Бабье лето» обычно не заканчивается. Финальная точка на этот раз была поставлена, когда поэты и музыканты стали участниками экологической акции. И, несмотря на дождь, отправились в степь, где вместе с работниками Новооскольской станции юных натуралистов посадили краснокнижный пион тонколистный, потому что настоящая поэзия. Это все же больше, чем слова. Елена Галатовская, Игорь Доценко, Новости мира, Белогорье.